Можно сидеть, можно лежать, можно ставить лавочки друг на друга, можно сделать из нескольких одну длинную. Первый объект проекта «Активация» в готовом виде сегодня появился на каменном мосту областной столицы. Деревянные скамейки, зеленые деревья в катках. Подарок городу от молодых архитекторов теперь будет здесь до конца лета. «Следить, конечно же, будет за этим город. Мы не открещиваемся от этих объектов. Объекты будут чиниться, объекты будут поддерживаться в нормальном состоянии. Здесь опять-таки нужно иметь в виду, что объекты подобного рода, они впервые появились в городе. И нам нужно понять, как они будут жить в городе, как будут люди к ним относиться». Здесь планируют поставить урны и сделать Wi-Fi, чтобы эти скамейки стали местом отдыха молодежи. У Красного моста будет отличное место для свиданий, а в треугольном саду УГДК смогут коротать перемены студенты и школьники, так считают организаторы. Пока площадки в разной степени готовности, но к открытию каждой у архитекторов уже готова своя акция. У реки будут петь уличные музыканты, а у драмтеатра на открытой сцене покажут спектакль. А вот здесь, на месте, которое условно назвали новый пейджер, это угол улицы Мира, улицы Октябрьска, сегодня вечером откроется первый в Вологде фримаркет. Это бесплатная ярмарка вещей, которые вологжанам не нужны. Вы можете принести сюда любые вещи, отдать их желающим и взамен взять то, что вам понравится, абсолютно бесплатно. Если эта акция придется по вкусу вологжанам, то организаторы уже планируют сделать ее постоянной. Пять площадок – это своеобразный итог фестиваля Дни архитектуры, который проходил в областной столице в течение последней недели. Для горожан были экскурсии по деревянной Вологде. Специалисты обсуждали способы, как эту самую деревянную Вологду сохранить. В числе гостей были и делегации из Иркутска и Томска. Два деревянных города Сибири восстанавливают архитектуру уже несколько лет. Замечают, за последний год и Вологда сделала уверенный шаг вперед. В прошлом году почувствовалась какая-то такая рассеянность, растерянность. Сейчас уже видно, концентрируются силы, как раз та динамика, которая может запустить процесс. И что очень отрадно, это даже у вас, я смотрю, вы позже вступили в этот процесс, но у вас социум быстрее подготовился. У нас еще этого нет. У нас как бы идет сверху, а у вас движение пошло снизу. Результат будет, я уже уверена, потому что мы сегодня увидели, что задатки у вас среди молодежи. Это принципиально важно. Сегодня итогом фестиваля стало подписание трехстороннего соглашения. Иргутск, Томск и Вологда теперь стали союзниками в борьбе за деревянную архитектуру. Следующий шаг – составление обращений на федеральный уровень, под которым также будут стоять три подписи. Тогда можно будет рассчитывать, что средства на восстановление деревянной Вологды пойдут в том числе и из федерального бюджета. Людмила Малинина, Игорь Трифонов, Новости Вологды.